Друзья, в нашей израильской студии Сегодня замечательный гость Мы будем вас знакомить с работой, которую они проводят У нас в гостях Дэвид Пирсенс Вице-президент христианского международного посольства Здесь, в Израиле, в Иерусалиме Это большая миссия Это очень основательное, серьезное служение Которое соединяет разные страны Христиан из разных стран И представляет их помощь, их позицию здесь, в Израиле И у нас есть возможность познакомиться больше И с этим человеком, чья жизнь неразрывно связана Со служением Богу, служением Израилю Вы увидите, чем занимаются христиане здесь, на Святой Земле И буквально треть жизни этого потрясающего человека Посвящена этому служению Дэвид Парсенс Адвокат, писатель, специалист по Ближнему Востоку Старший международный пресс-секретарь Международного христианского посольства в Иерусалиме Во время работы в Конгрессе США Помогал в разработке законов Поддерживал правовые меморандумы Для лоббирования прочных отношений США и Израиля Дэвид Парсенс начал работать в христианском посольстве В 1995 году В качестве координатора Третьего международного христианского сионистского конгресса Его статьи и материалы Опубликованы в газетах и журналах по всему миру Дэвид, я очень рада встретиться с вами в нашей студии Я бы хотела узнать, что у вас происходит Кто вы? Как Господь пригласил вас работать здесь, в Израиле, в христианском посольстве? Я знаю, что это очень большая и очень интересная история Пожалуйста, расскажите нам об этом побольше, поподробнее Как вы приняли призвание от Бога и приехали сюда, в Израиль? Во-первых, я хочу сказать, что мне приятно быть с вами, Виктория, в Иерусалиме Шалом всем нашим зрителям Сам я родом с бережья Северной Каролины в Америке Но Господь коснулся моей семьи, когда я был еще подростком Уже с 12 лет я знал, что у Бога есть призывание для моей жизни И это призывание связано с Израилем Я не совсем понимал это, но я понимал, что если не буду следовать за Ним От всего сердца, то пожалею об этом Я мог упустить ту причину, из-за которой Бог поместил меня на этой земле Я пошел в юридическую, а не в библейскую школу или семинарию Мне казалось, что это было правильным выбором для меня Я хотел стать адвокатом, человеком, который будет защищать Израиль Кто будет знать вопросы, историю и все остальное С чем сталкивался наш народ на протяжении многих лет Я несколько раз посещал Святую Землю в 80-х Мои первые 10 лет были связаны с арабской стороной Восточным Иерусалимом и Вифлеемом Бог открыл мне то, как сильно Он любит арабов В те дни я видел много чудес и спасений Я работал дома, в юридической сфере, когда началась война в заливе в 91-м году Да, это был 1991 год Вам было 19 лет? Мне было около 30 Я наблюдал за войной в заливе по телевидению Я видел, как ракеты били по Тель-Авиву, по Хайфе Как все ходили в газовых масках Я молился Господу и понял, что настало время для меня выйти на передовую битвы за Святую Землю Я спросил его, где ты хочешь видеть меня? В Вашингтоне или Иерусалиме? Я постился и молился, и Господь показал мне, что сначала будет Вашингтон Я провел 4 года лоббируя интересы Израиля в Вашингтоне Встречался с членами Конгресса и сенаторами Рассказывал им о том, почему они должны поддерживать нашу страну На 4-й год я понял, что такое Вашингтон Это было в 95-м Я многое узнал о современной истории Израиля О проблемах, связанных с ним О конфликте с палестинцами Я возглавил попытки принять закон в 95-м Чтобы перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим То есть вы были одним из основателей, заложивших базу этого договора, правильно? Да, я написал первый законопроект, его представили в Конгрессе Со временем наш парламент внес в него множество перемен В конце президенту позволили отложить принятие закона на полгода И каждые полгода президенты Клинтон, затем Буш и Обама Все они откладывали перенос посольства Когда президент Трамп наконец-то перенес посольство в прошлом году То он сделал это на основании того закона, который я помог написать И пытался продвинуть еще 20 лет назад Для меня это было победой Когда этот закон приняли в октябре 95-го года Я понял, что мое время в Вашингтоне подошло к концу Я познакомился с христианским посольством И они пригласили меня в Иерусалим, чтобы работать уже там И вот с 1997 года я работаю здесь А это уже почти 23 года Я работаю над укреплением отношений между Израилем и христианами по всему миру Я также ищу поддержку для Израиля и других стран также по всему миру Вот это мое призвание Спасибо Спасибо огромное за то, что посвятили свою жизнь Я хотела бы узнать у Вас больше о миссии христианского посольства здесь Как оно появилось и какой была ситуация здесь в Израиле в то время Хотела бы также узнать Ваше мнение, что Вы думаете обо всем этом Христианское посольство было основано в сентябре 80-го Во времена, когда арабские нефтяные государства угрожали нефтяным эмбарго 13 странам Которые не переносили свои посольства из Иерусалима Это была Голландия и 12 латиноамериканских стран И одна за другой в конце 80-х они собрали вещи и уехали из Иерусалима Они переехали в Тель-Авив из-за экономического давления А тысячи христиан из 30 стран собрались в Иерусалиме, чтобы отпраздновать праздник Кущей Это праздник осеннего урожая Они собрались в Иерусалиме как раз в то время, когда уезжали последние посольства Они ощутили изоляцию евреев Иудеи глядели по сторонам и говорили «А у нас вообще есть друзья?» Ни одна страна мира не хочет поддерживать еврейские притязания и связь с Иерусалимом Которым три тысячи лет Мы сказали, если наши страны не хотят представлять нас здесь, то нам придется самим представлять себя И так появилось международное христианское посольство в Иерусалиме Это было 40 лет назад Его задачей было представлять христиан по всему миру, которые любят Израиль и евреев В отличие от предыдущих поколений христиан, которые гнали иудеев из-за того, что они отвергли Иисуса Но мы знаем, что Писание говорит, что мы должны утешать их Исайя 40 глава говорит о том, что мы должны проявлять милость к ним Павел в 11 главе Римлянам говорит о том, чтобы мы молились за мир Иерусалиму Мы здесь для того, чтобы исполнять повеления Писания, быть друзьями иудеев Чтобы показать им настоящее лицо Иисусом Потому что евреи сделали много чего плохого во имя Иисуса за эти столицы Мы верим, что должно быть служение, которое проявляет безусловную любовь к ним Мы показываем им, кем на самом деле был Иисус, за которым мы следуем Мы уже 40 лет пытаемся изменить отношение евреев к христианам, к последователям Иисуса И за это время произошло очень много перемен Так и есть, да, так и есть Я могу засвидетельствовать, что три года назад впервые в истории Израиля Правительство Израиля организовало христианский медиа-саммит Куда они пригласили христианские медиа со всего мира Потому что благодаря работе в том числе христианского посольства, международного посольства здесь Евреи, израильское правительство по-настоящему увидело, что единственные друзья Израиля это евангельские христиане Несмотря на тяжелую и даже, можно сказать, кровавую историю взаимоотношений между христианством и иудаизмом Когда были совершены страшные преступления против евреев именем Бога И совершались суды над невинными людьми Когда крестоносцы убивали иудеев У иудеев реально возник прямо генетический страх и противостояние перед христианством Которое насильно хотело обратить их в христианство Или наоборот преследовать их, упоминая слова, сказанные преступниками в Священном Писании Когда толпа скандировала кровь Христа на нас и на детях наших И буквально только на этом одном стихе строились столетия гонений на иудеев И вот эта столетняя вражда, вот эта столетняя боль была прервана благодаря посвященному труду Труду во имя Христа, труду для Христа, но для Израиля И в том числе такой основательной, серьезной миссии, как христианское посольство Я хочу спросить у Дэвида еще больше об истории основания этого посольства Дэвид, пожалуйста, расскажите чуть больше о том, как ваша организация получила видение о создании христианского посольства Сколько стран, сколько организаций участвуют в этой удивительной работе здесь И поделитесь, пожалуйста, какую именно работу вы выполняете Какая ваша должность и за что вы отвечаете? В начале 80-м у нас работали христиане из 32 стран Они были основателями посольства Большинство из них были из Европы, Америки или стран британского содружества Они знали о Холокосте, о том, как христиане гнали иудеев Они хотели сделать что-то, чтобы исцелить тираны, которые были нанесены во имя Иисуса Но за последние 40 лет мы выросли до того, что у нас есть представительство в более 100 стран У нас есть люди, которые поддерживают нас, молятся с нами, жертвуют на наши проекты в 170 странах мира Мы представлены почти во всех странах мира Многие из этих христиан никогда не встречались с иудеями В их странах нет истории неправильного отношения с иудеями или чего-то подобного Но у них есть Библия Они любят Господа, любят Его Слово Дух Святой открывает им Слово, и они верят в то, что Израиль, Библия Это тот же Израиль, который мы видим сегодня И что Бог вернул иудеев назад И поэтому они считают, что должны участвовать в том, что Бог делает сегодня Восстанавливая иудеев на их земле и для Него самого Мы начали расширять свою деятельность на страны Латинской Америки, Африке и Азии за последние 15-20 лет Мы идем из Иерусалима, из центра Земли во все направления Я недавно вернулся из Восточной Африки, Танзании Евангелие наконец-то проникло в сердце этой страны Церкви становятся вдвое больше каждые 10 лет Их сердце открыто для Израиля Они хотят помочь эфиопским евреям, африканским евреям вернуться назад на свою родину Христианское посольство сейчас спонсирует перелеты последнего остатка 7 тысяч эфиопских евреев, которые возвращаются назад в Израиль Мы участвовали в Илье, великом возвращении евреев, о котором пророчествовали еврейские пророки Мы помогли более 150 тысячам евреев вернуться домой В их числе и множество русскоговорящих евреев из стран бывшего СССР Мы были первой христианской организацией, которая проспонсировала возвращение русских евреев в Израиль после падения железного занвеса Мы помним, что в те дни у нас было такое ощущение, что мы исполняем пророчества Если человек был в инвалидном кресле, мы поднимали его по лестнице на руках А когда он прилетал сюда, то кто-то должен был спустить его и снова посадить в инвалидное кресло В Исаии сказано, что язычники из других народов будут нести вас на руках и на плечах Там также сказано, что среди них будут хромые, слепые и с детьми Мы ощущали, что исполняем это пророческое видение и мечту Мы исполняли пророчества Христианское посольство концентрировалось на светлой стороне предсказаний Некоторые христиане концентрируются на темной стороне предсказаний На Армагеддоне и Антихристе Они зацикливаются именно на этом Мы же, в свою очередь, концентрируемся на светлой стороне того, что сказано в Библии На том месте, в котором язычников приглашают принять участие в восстановлении Израиля И возвращении иудеев домой Все это ведет к их духовному возвращению к Богу Вы могли бы чуть больше рассказать о Вашем видении? Кто служит в христианском посольстве Иисусу? Кто посвятил Ему свое сердце? Скажите, Вы хотите донести это послание, послание Евангелия? Ведь Господь, Он господин иудеев Также я хочу спросить, что Вы думаете о ситуации в Израиле? Да, Израиль — это уникальное миссионерское поле Нужно знать то место, где ты работаешь Бог дал нам Иисуса благодаря Израилю Слово Божие, поклонение Богу, заветы, закон и все остальное Как говорит Павел в послании к римлянам Все это пришло к нам благодаря Израилю Но Бог хотел, чтобы Израиль также принес Иисуса в жертву за нас А для этого они должны были отвергнуть Его Мы видим это в Ветхом Завете Иосифа отвергли Его братья Давида отвергли Исайя говорит, что люди отвергнут Его И вот что понадобилось для того, чтобы Он оказался на кресте Слава Богу, что они приняли такое решение Но те же пророки, которые говорят о том, что иудеи отвергнут Мессию Говорят и о том, что однажды это изменится И с их глаз спадет пелена Они посмотрят на Того, Которого пронзили, как говорится в Захарии 12 главе И будут скорбеть о Нем, как скорбят о Единородном Сыне Мы, христиане, которые понимают, что благодаря тому, что иудеи отвергли Иисуса Многие христиане не видят в этом искупительной цели И поэтому они также отвергали иудеев Относились к ним плохо Заставляли их силой обращаться или убивали Вспомните Инквизицию Изгнание и Холокост Мы хотим сделать что-то с этим грустным, темным наследием перед тем, как вернется Господь Чтобы показать иудеям Его истинное лицо без угроз Мы видим, как это влияет на людей Евреи стали более открытыми для христиан Когда посольство было основано 40 лет назад, большинство евреев считали, что все христиане следуют указам Папы Римского Но теперь, благодаря нашей работе, они знают, что существуют различия между католиками, которые следуют за Папой Римским И евангельскими христианами, которые любят Израиль Они начали нам больше доверять У нас завязались дружеские отношения Все это привело к тому, что мы больше говорим о том, кто такой Иисус и как Он стал Мессием Это совсем другое время И даже пресс-офис израильского правительства, и вы упоминали об этом Христианское посольство сотрудничает с Яд Вашем Самым известным институтом в Израиле, который хранит наследие и память о 6 миллионах евреев, которые умерли в Холокосте Они сотрудничают сегодня с христианской организацией Кто бы мог себе такое представить где-нибудь 50 лет назад, но они приняли протянутую руку дружбы христиан И у нас, в свою очередь, начался новый сезон, новый день рождения От чиновников и до простых жителей каждого города, который находится на территории Святой Земли Это большая работа, но еще больше предстоит сделать в ближайшие годы и даже десятилетия Мы живем в интересные времена И я верю, что это действительно последние времена Не знаю, сколько еще это будет длиться, сколько времени, знает только Господь Но что вы думаете об этом? И чего вы ожидаете от этих времен? Пожалуйста, поделитесь своими планами Расскажите, что вы думаете по этому поводу? Некоторые пророки говорят, что наступит Третья мировая война И что Иерусалим будет оккупирован И так далее, и так далее Вы прожили здесь почти 23 года, правильно? Вы планируете оставаться здесь до конца? Какие ваши ожидания от будущего? Поделитесь Израиль успел поучаствовать в нескольких войнах и пережил их Все уже не так, как в то время, когда они были разбросаны и уязвимы Когда Гитлер и нацисты убили 30 тысяч евреев Бабьим Яру за одни выходные Сейчас все не так Израиль может защитить себя Я считаю, что мы видим в Писании некий шаблон Бог судил Израиль на протяжении 2000 лет в ссылке А теперь настало время благосклонности Он вернул их назад И как только Он закончит суд над Израилем Настанет время суда над народами Все пророки даже в Новом Завете говорят, что суд должен начаться с Дома Божьего Он начался с Израиля А затем Бог будет судить народы, не спасенных, не праведных Я верю, что мы движемся к темным временам, о которых говорит Библия Я имею в виду Армагеддон и все остальное Бог смирит и исправит народы Он будет судить народы Но при всем этом Он сохранит Израиль Мы не увидим в будущем очередного Холокост Израиль могут ждать опасности и войны Но Господь будет воевать за эту землю, за Иерусалим и за свой народ Даже если ему самому придется вернуться назад Он вернется, как сказано в книге Захарии, 14 главе И заступится за Израиль Я не переживаю об этих временах Это интересно Я больше переживаю за Америку и другие страны, чем за Израиль Мы должны молиться за Святую Землю, потому что у нее много врагов, желающих уничтожить ее Но я доверяю Богу и Его Слову Он вернул их не для очередного уничтожения Не для очередного Холокоста, но для искупления Это здорово! То есть вы намерены оставаться здесь со своей семьей, пока это будет возможно? Я правильно вас понимаю? Да, мы как служение верим в это У нас были непростые времена с 2000 по 2005 год Когда всюду взрывались автобусы Когда было множество самоубийц На бармитцевах и в синагогах В магазинах и ресторанах Это было трудное время Но мы не покинули это место Не позволили дьяволу выгнать нас Мы стояли твердо Мы не знаем, что ждет нас впереди Мы благодарны Богу за то, что у нас был относительный мир в последние годы Но они начали опять запускать ракеты Сейчас у нас сильная армия Мы останемся здесь и будем свидетельствовать о любви Мы не хотим быть ветренными друзьями Которых не станет, как только придут трудные времена Мы хотим быть с ними каждый день нашей жизни Это чудесно! Как прекрасно слышать послание о победе О благодарности и верности Божьей Слава Господу! Я считаю, что это чудесное послание Спасибо большое, Дэвид Я слышала от некоторых евреев Что они были расстроены Потому что думали, что христиане привозят сюда евреев Просто для того, чтобы убить их до прихода Мессии Вы представляете себе? Были вот такие странные мысли Как будто это преднамеренное убийство евреев христианами Да, мы такого не делаем Скажите, Дэвид, вы верите в то, что Бог их защитит? Но в книге пророка Захарии мы читаем о том, что треть населения Иерусалима умрет Что вы думаете об этом? В Захарии 13 главе говорится об этом И у Иезекииля в 5 главе Также говорится о том, что две трети жителей умрут, а одна треть выживет Но у Иезекииля говорится о том, что треть остатка будет рассеяна между народами Они не будут в безопасности Я считаю, что это случилось в первом столетии, когда две трети иудеев умерли После того, как римляне подавили еврейское восстание А треть рассеялась между народами, как говорит Слово Божие Сегодня Бог закончил судом над Израилем Он разобрался с этим И теперь народам стоит бояться его гнева Если посмотреть на то, насколько тяжело было евреям на протяжении двух тысяч лет То становится очень ясно, что народам не избежать суда и исправления за то, как они относились к иудеям А это нужно будет пережить всем народам Вам кажется, что вы играете важную роль и меняете историю тут и, в общем-то, во всем мире? Я правильно вас понимаю? Какова ваша миссия в целом? Мы считаем, что наше служение — христианское посольство Я сам внесли определенный вклад в дело, которое является плодом Духа Святого И о чем говорилось в Писании Это примирение иудеев и последователей Иисуса Христа в последние дни Нам удалось внести определенную лепту Удивительно! Число стран, с которых начиналось христианское посольство И то число, точнее число, получается, оно выросло? Я правильно понимаю? Да, мы выросли с 30 стран, которые поддерживали нас До более 100 стран, в которых у нас есть официальные представительства Там есть люди, которые поддерживают нас, молятся с нами, а также жертвуют на проекты в 170 странах мира Удивительно! Это половина мира! Больше половины! Больше половины! Если взять Россию, Китай и Индию и их население Осталось лишь 50 стран, большая часть из которых является мусульманскими Или, например, Северная Корея Там мы не нашли тех, кто бы поддержал нас Но даже в некоторых мусульманских странах у нас есть представительства Мы много лет работаем в Алжире и во многих других мусульманских странах Западной Африки А также на Ближнем Востоке и в Центральной Азии У нас есть свои ячейки Это христиане, которые любят Израиль И помогают евреям вернуться на родину И это удивительно! Это действительно просто потрясающее послание Дэвид, я очень признательна тебе за твое посвящение, за твое служение И за вот это вдохновляющее послание Послание о том, что Господь благ О том, что история движется верой, духом Благодаря посвящению таких людей, как ты Благодаря таким организациям, как христианское посольство здесь И мне кажется, это действительно радостно слышать Насколько Бог могущественно изменяет незаметным образом Политическую ситуацию, историческую ситуацию Через людей, посвященных служению Богу На самом деле приносится благословение в те места, в те страны Даже где правительство работает против Израиля Люди, которые молятся за Израиль Люди, которые помогают Израилю Они приносят благословение на свою землю Христианское посольство Здесь одно из очень влиятельных, ярких представительств Сердца и души евангельского христианства на этой земле Земле раздора, земле проблем, войн И так радостно видеть и слышать плодотворные результаты всего этого процесса О том, что количество стран, вовлеченных в помощь Израилю Больше, чем половина земного шара И на фоне конфликтов и борьбы и давления на Израиль Со стороны Организации Объединенных Наций Мы видим, насколько сильную поддержку получает Израиль И все это делается с молитвой Иисусу Христу, Мессии, нашему Спасителю И все это делается для Него, через Него Чтобы Израиль увидел того, кто является их Спасителем, их Богом Я верю, что эта любовь и это служение, оно действительно захватывает сердца И трансформирует людей Спасибо огромное, Дэвид Просто это было замечательно Спасибо Я хочу анонсировать, что Дэвид будет присутствовать в эфире телеканала ТБН Мы будем приглашать его как эксперта в наши некоторые программы Потому что он глубоко, серьезно, основательно понимает историю конфликта Библейские основания Он тщательно изучает волю Божью Поэтому, пожалуйста, смотрите телеканал ТБН Смотрите наши программы И мы будем делиться с вами новостями христианского посольства Спасибо Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...